Сочи, тему! В любви к городу признаются и иностранные туристы, не изменяя к ему и россияне, которые, судя по официальным данным, решили встретить в Сочи и Новый год. Город-здравница, город спорта и здоровья, город-сад. Таким Сочи является в том числе и благодаря своим горожанам, домкомам и строителям, педагогам и спортсменам, предпринимателям и общественным лидерам. Причастных к переменам, которые происходят в городе, поблагодарили за неравнодушие и отметили почетными знаками, грамотами главы города и ценными подарками. Все это в рамках конкурсов «Сочинские мастера» и «Чистый дом, красивый город». Горожане принимали активное участие в благоустройстве своих дворов, улиц, микрорайонов. В результате первое место в номинации «Лучший ТОС» присудили ТОС «Уданской». Название как раз соответствует нашему микрорайону «Чистый дом, красивый город». Он действительно стал просто очень красивым, наш микрорайон. Наши жители так подтянули, что мы сами не ожидали, мы очень старались. Это два года очень большого труда, я не стесняюсь так говорить, потому что это действительно был очень большой труд. Мы работали с каждым домкомом и опять-таки говорю, у нас это получилось. Оценивали в течение года в Сочи и работу горожан самых разных профессий. Лучшим учителем по итогам конкурса «Сочинские мастера» стала Ольга Кудина. Она преподает математику и основы православной культуры в 44-й гимназии. Наша профессия, профессия педагога, она действительно очень важна, очень нужна нашему городу, нашему будущему. Поэтому то, что оценивают педагогов в этом конкурсе, и есть номинация образования, конечно, это самое ценное. А то, что в эту номинацию попала я, ну, слава богу, потому что это все-таки не только мои заслуги, заслуги коллектива и тех учеников, с которыми я работаю, потому что один в поле не воин. А это мэр Сочи награждает лучшего водителя курорта Сафир Абдулович Хваржев, 54 года в профессии. Последние 20 лет работает на городском маршруте номер один, знает каждый уголок города и не перестает им любоваться из окна своего автобуса. Хорошее настроение, аж радуешься. Ну, чтобы сюда попасть, надо трудиться, трудиться, еще раз трудиться на совесть. Сочи – это мой родной город, любимый город. Как его не любить? Сейчас дороги у нас прекрасные стали, развязки сделали. Почти что затор и не чувствуется, мы успеваем. Ну, одно удовольствие – только работать. Собравшихся на торжественном мероприятии в честь Дня города Анатолий Пахомов назвал не иначе, как гордостью Сочи. Это люди, которые участвуют и побеждают в престижных соревнованиях, как спортивных, так и творческих. Занимаются наукой, охраняют покой граждан, заботятся о чистоте и благоустройстве своего города. С каждым годом все больше и больше у нас дворов участвуют. Вот в этом году уже до 400 дворов города, которые принимали участие в этом конкурсе. А это значит, что жители этих домов готовились, они сажали цветы, они улучшали свой быт. Мы все время работаем над благоустройством наших территорий. И на протяжении последних двух лет мы особое внимание уделяем тому месту, где люди непосредственно живут. То есть это скверы, парки, которые мы строим. Бюджетные деньги, они и будут выделяться для помощи нашим жителям. И когда люди своими руками стараются украсить свой двор, сделать его красивейшим, это есть достижение той цели, которая перед собой ставит конкурс. А цель одна – красивый город. И работа по продвижению курорта, в том числе и на международном туристическом рынке, продолжится, подчеркивают власти Сочи. Это привлечет новые инвестиции, что в итоге скажется на повышении уровня жизни всех горожан. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова